Там цитадель, только вперед! Мы еще не там, останься близко! Тут такие величественные постройки, то ли эльфийские, но скорее людские больше похожи, или на гномии. И всякие вот эти вот орочи деревянные, вот эти вот подпорочки, всякие мостики. Так, конечно, смотрится ужасно. Просто оскверняют, я бы сказал, территорию. Ну, по зелям у нас, друзья, неплохо. Я боялся, что у нас будут проблемы с ними. Так. Ой-ой-ой, куда же ты полетел, дружок, не туда, а? Вот, когда бьет он, соответственно, молнией. Когда стреляешь из этого посоха, а я же все думал, когда этот будет доп. урон добавляться. Блин, опять эти огненосцы идут. Офигеть, их много, конечно. Пять огненосцы. Как там наши ребята держатся? Офигеть, гном, что ж ты мешаешься под ногами, гад такой. Полетели. Хе-хе-хе. Что, вода горит? Это что такое? Это прям как стих у Корнея Чуковского. Помните, когда море оттушили бубликами? Ну, такой наркоманский довольно-таки стих. Так и здесь вода горит. Так, глянем, что нам тут выпало. Нам, по-моему, что-то выпало. Ну, это, конечно, офигенный доспех серых гаваней. 70, 88, 38, 58. Ну, конечно, не сравнить. А, сапожки какие-то 19, носим на 26. Ну, соответственно, все понятно. Так, так, так. Лучники, говорите? Мы стройки как один. Так, ну, это успеется с лучниками-то. Надо же здесь все пособирать. Самое интересное, как всегда, в сундуке. Амулет лесного народа. Вот это мы сейчас глянем. Плюс три к ловкости. Ну, конечно, конечно. Кстати, этот амулет можно будет одевать просто перед торговлей и все. Так, вы со мной? Отлично. Вот это гад-то. Блин, как быстро поднялся. Есть. 337 опыта они выбили. Нифига себе. С потолка? Как тараканы прямо. Ой, взрывающийся, что ли? Или мне показалось? Нет, нет, мне не показалось. Ну, же. 479 опыта. Офигеть. Тук-тук. Какие-то это странные орки. Делают неправильный мед. Не, здесь тоже доп. урон, я смотрю, есть. От молнии. Так что все нормуль. Сейчас, 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 сейчас. Это будет полезно. Да, но орла мы тогда запустили, друзья, вообще. Мимо совершенно. Как орлом целиться. Может быть, Вот так тоже наводить Курсор. Может, тогда орел будет понимать, что от него требуется. О, крыса побежала. Прикольно, что разборчики Разборчики Уделяют внимание Даже вот таким мелочам Там, всяким крысам. Так, что это у нас? Плюс 20 могущества. Или 3 ловкости. Ну, могущество опять-таки Эликсирами можно пополнять. Наверное, ставим 3 к ловкости. О, крыса побежал. Угу. Угу. А нельзя было все вместе разобраться с... С волной гопников, а потом Спокойно открыть эти ворота. Нет. Сейчас их надо будет защищать. Эх, ну ладно. Так. У нас новый уровень. Угу Будо Ну, вообще, конечно, здорово и интересно, что разнообразные задания всегда есть Ого Ого Ну же, ну же, ага, не успевает Укуда? Вот же гады Блин Не перезарядился еще Ух ты Что-то у них здоровье быстро падает Ух ты Лезут опять, да, сволочи Кого остановить? Тролля? Тролль Ну ладно, сейчас с малышней надо разобраться в первую очередь Блин, реально тролля Фляй, он прям туда идет, а Прям на них Гад Сволочь Сволочь Вау Да Ё-моё Фух, завалили Ух Что, еще кто-то есть? Ну правильно, там гном был занят, непонятно чем Я один с этим троллем воевал Ну, кого ты там уже не можешь своих Сорубить Да Команда Ух Все, открывайте, давайте Перевод Перевод Какой-то странный Эльф Говорит Ээээ Заб-глядь, я Мои друзья Я не могу тебя Вдруг 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 Нет Вдруг 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 Так вот Странный какой-то перевод Эльф говорит Заклятие Убрано А перевод пишет Я убрал заклятие Но это как бы Немножечко Разные вещи Так, у нас Новый уровень Девятый Значит, мы сейчас Сможем одеть там чего-то Что до этого одеть не могли Так, что еще надо куда-то вложиться, да? Прежде чем мы сможем здесь что-то взять Так, ладно, что возьмем? Вот это или Увеличение радиуса? Наверное, радиуса Вот так Никаких тут секретов не будет По-хорошему бы надо глянуть, конечно А, нет, здесь мы все собрали Мы отсюда шли Значит, с той стороны Давайте глянем Прикольную птицу сделали Вообще, конечно Мне очень нравится Видите, хорошо, что мы сюда Прошли немножечко Есть тут кое-какие вещицы Опять-таки Опять-таки Гигантское перо По идее Птицы нам еще будут помогать В наших странствиях Ну, тут, наверное, уже больше ничего не будет Да, тут сундук мы открывали Отлично Так, чего у нас? Вот Да, мы можем одеть Капюшон серых гаваней Вот так вот смотрится он И можем одеть опять-таки Наручи серых гаваней А мы, по-моему, комплект собрали Смотрите, капюшон серых гаваней Наручи серых гаваней Доспех серых гаваней Ну, здесь амулет Понятно Перчатки серых гаваней На нас Ну, посох Понятно, что это Шесть молний Он в комплект не идет Так, кстати Вот это что? Следопыт и воитель Давайте отдадим это Что-то никто не может взять Вот, странно Следопытский топор Почему? А щит никто не может носить, да? Там, наверное, прокачивать надо это умение Ну, ладно, тогда распродадим щиты Так, тоже Это бедренники серых гаваней И Башмаки серых гаваней Так, ну, мы собрали, в принципе, сет Но Следопыт Собрали сет, но Не знаю Да Дает ли это что-нибудь Нигде ничего не написано Может, просто как бы, ну Красиво выглядит Хрен его знает Ну, ладно Погнали дальше Так Максимально врагов Одним ударом Один Сорок семь яростных Семь яростных убийств Максимальный урон Ничего себе, 2057 Вот это я кому-то вломил Деньги найдено не очень много Суммарный полученный урон Опять-таки, минимальный, но урод он тоже мало получил Потому что он отстреливался, гад Такой Морожейные навыки Опять-таки, больше всех врагов Больше всего урона нанесли Причем так в разы больше Серия ударов, 33 удара Угу Продолжаем Угу Так, ну мы сейчас можем переместиться опять-таки В Брин Или в Бровар Распродаться, починиться Глянем, может что, новый какой ассортимент Рукавицы синих гор Ну у нас вроде все самое лучшее Вообще вот логически непонятно, как это сделано То есть мы зашли в цитадель, переместились в Бровар Лучше бы торговцев поставили Ну как в Ноксе там на пути, да и все Так, погнали Квесты же у нас все здесь сделаны, получается Надо вот только Найти предметы, поговорить с мудрецом А так все остальное, основное мы сделали Поэтому мы идем К Хоббиту Сейчас тут все продадим Велкам Ну тут денюжки, конечно же, нормальные пошли Фига у нас тут Соборолось сколько всего О, я же забыл Ай, ладно, короче, я его продам Потому что я всегда буду забывать его одевать Своевременно Так, щиты продаем Вот этот посох тоже О, можем колечко одеть Ой-ой-ой, сколько тут всего Надо будет эликсир это Поделать нам Так, а что у тебя интересное, появилось что-нибудь? Нет, все хуже, чем у нас Определенно нам уже нужна какая-то новая локация Новый торговец Я что-то купил, блин, по-моему Ну точно, нечаянно нажал и купил Ладно Сейчас мы тут еще Алхимией небольшой займемся Не все совсем можно Комбинировать Вот, кстати Эльфийский камень могущества Куда его можно вставить? В амулет лесного народа можно вставить Не вставляю Или вставился Вставился Ооо Теперь у нас 3 ловкости 50 могущества Круто Надо посмотреть, что у нас еще есть С пазами Так, колечко одеваем 3 ловкости Вероятность промаха противника 1% Я там А, в колечке есть дырка, да? Тогда сейчас Ставим в колечко Вот этот еще Плюс 5 ловкости Так, что такое? Или это, это камень так выглядит? Не Не, это камень так выглядит Ну, значит, пока то Эммм, этот камень некуда вставлять Так, что за эликсиры? Получение сфер при убийстве врагов Все удары наносят небольшой урон по площади и замедляют врагов Омолаживающий пирожок Ладно, оставим на всяк случай Я думаю, много за них денег мы не выручим Пусть будет Так, сейчас мы починимся Так, не надо Опять-таки не надо Ну так вот вроде Всё, погнали, наверное Вечно тут дождь Никогда не кончается Форност Посох ополченца Какой-то нашли Да, ну Погнали Причем они так орут Не совсем понятно Мне лучше ли потихоньку действовать Пока мы не замечены Дарсад, что происходит здесь? Встреча 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 Какие? Не много, но они убили Когол Встреча Да, прикольно у них стелс. Ну все, как обычно. Так, друзья, это вроде как босс, дайте что-нибудь жахнем. Так, сферы при убийстве врагов, так, че у нас здесь, и здоровье и могущество, ну нет, пока, наверное, не будем его. Урон от каждого жара в режиме героя плюс 1000 в 2 минуты. Не, это что-то слишком круто, наверное, да? Ладно, пока ограничимся вот этим. Воу! Да тихо ты! Офигеть! Он, кстати, замедлен. А, он своих тоже бьет. Прикольно. Он их, походу, бафает там или лечит как-то. Ну че ж, действуют пока эликсиры мои. Офигеть! Хотя минута, мне кажется, уже должна была, по идее, пройти. А вот она и прошла, по-моему. Воу-воу-воу-воу! Ох ты! Как мне влетело! – Оу-воу-воу, достань. А-а-а-а-а-а-а-а! Помогите! Спасите! Поднимай меня Есть Да ёлки моталки Как жёстко Давай, 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 давай Сейчас ты сдохнешь, тварь Есть Это было ближе к смерти, чем я могу быть Я должен спать Вот это было жёстко, друзья Давай, давай, подходи Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Так я ещё и зелья попил. Мощный босс был. Ну, блин, ещё с ним, конечно, такая была орава. Я, насколько помню, их нельзя было убить, эту мелочь всякую. То есть он их постоянно исцелял, там, поднимал. Надо было вот именно с Тарзогом разобраться. Потом добить вот это всё остальное. Фух. Ну, ладно, погнали дальше. Ну, чё-то я не думаю, что мы прям сейчас будем с главным этим боссом сражаться. Ну, он чисто фехтует по всем правилам, одной рукой. Ты должен был умер в Медведь с остальным твоим ковридным ребёнком. Почему, ты ещё и умерла возможность? Мы умерли от ничего, от всего ты, лакия Саурона. Саурон. Ру-ху-ху-ху-ху-ху! Фаунас не означает ничего. Ты не победил здесь ничего. Он исчезает! Мы не можем надеяться, чтобы его следить. Но я могу! Опа! Это на которых у нас с Гугла летали. Нифига себе. Ну что, молнии? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, бедная птичка. Это не натуральный стрим! Я не могу его видеть! Это не в пользу. Он у нас исчезает. Да, но вы не сможете обвинять. Было счастливое для вас, чтобы его следить. Правда. Но, может быть, это не самый умный. Он уничтожил струк? Какой мертвый человек имеет такие силы? Саурон является мастер-классовом. Он преподавал эти искусства к мертвым людям. Может быть, что Агандар учил в руках своего мертвого бога. Это не только Агандар. Мы бороться с Орками в руках below, которые ставят звуки против нас. Я бороться с многими Орками в моем времени, но никогда не ни, которые используют волшебство. Пока сейчас. Это может означать, что Агандар у него знал его знание на других. Даже к Оркам. 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 Орк. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне нравится вообще, как здесь диалоги поставлены, ну в таком стиле именно Толкина, такие высокопарные, но красивые Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну ладно Так, ну два раза умирал я в этой миссии, конечно Не Камильфо, но что поделать Что поделать И Фарин и Родан по одному разу, а я два Ну зато я больше всех нанес урона, убил Яростных ударов и т.д. и т.п. Шесть эликсиров еще шахнул Все на лечение Ну урон меньше всех получил все-таки Полторы тысячи Ну и нанес суммарный урон Девяносто тысяч против двадцати одной А Фарин что-то вообще закосил в этой части 19 Обычно Фарин всегда больше и Родана набивает Ну ладно, продолжаем Сейчас, я так понимаю, будет мирная локация Оооо Что если Блэк Ридеры вернулись? Может быть, это лучшее Встречать Это было бы мудрость, если я думал, что они вернулись Но я уверен, что они не пришли так далеко Мерли для пищи маленькой группы Дунадайн Нет, я оставлю здесь с теми, кто у нас осталось Мы не сможем бороться с врагом Но мы все равно имеем глаза и уши Встречали новости о своих движениях Встречали, что они вернулись Встречали, что они вернулись Встречали через часы Среди Встречали 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 На ночной ночи, когда они уйдали, Пранцовый Пони Inn пришли в атаке от неизвестных ассалансов. Мы вернулись и дать вам нашу службу. Как мы можем сделать это? Действительно, я бы радовался за счастливыми руками. Но это понятно для меня что вы три уйдете больше дешевле. Вы может быть нужны более активно в другом. Тогда что вы бы нам сделать? Я рекомендую вам сделать свой path to Rivendell. Аragorn будет уверен, что вы слышите о Агиндаре, и он может у вас есть другие задачи для выполнения. Для сейчас, врага кажется, что у вас остается отверстия из Шира. Эти черные рейдеры, Назгол, они путешествовали далеко от Мордор. Мне кажется странно, что они сделают такой путешествий, чтобы уничтожить на земле хаффлений. Вы знаете, почему они пришли? Я знаю, почему они здесь, но это не для меня для того, чтобы уничтожить это знание к другим. Может, Аragorn или Элрон расскажут вам больше, когда вы достигнете Ривендель. Да, это будет хорошо, чтобы снова быть дома. Но это очень долго, чтобы уничтожить здесь, в Имлодрис. Мы лучше начнем. Может, что у вас есть что-то, что вы можете сделать для меня на вашей дороге. Вы только что назвали. Я отправил двух моих рейдеров, Каларин и Луин, на патроле через Брандивайн. Они должны 죽ить давно, чтобы они были опять заведены. Я беру concern в них. Они двух лучших рейдеров, которые служили многие годы на этой регионе. Мы можем уверены, что они не просто потеряли их пусть. В чем направление они придут? Они следовали за наружу Брандивайн, напротив, как pergi по Брадовbound. И от этого сделают их пусть zurück, через поездку через Бородун. Двуны только на вверх нашей позиции здесь. Так что мы соберем на место в пусть через Бородун. Возможно, мы увидим их немного, когда мы путем. Ты, мои спасибо. Эрадан имеет большую скидку как трактор. Если Луин и Каларин сделали так далеко, как Даун, он, наверное, будет поднимать их трейл. До свидания и безопасные путешествия для вас всех. Давайте тут осмотримся. Ох, красиво. А вот там, друзья, по-моему, шир. Видите, дома полуросликов такие вот, именно как их описывал Толкин. Ну, или в фильме, как они отображены. С круглой дверью и такие вот, как бы, полуподвального типа Токье. Так что, да, походу, мы видим шир через эту реку. Ну, по карте, по крайней мере, это должен быть шир, вроде. Сенгибир рядом с широм. Так, тут надо еще поговорить, по-моему, с Силаной, он упомянул это. Я так понимаю, целительница. У них тут проблемы, конечно же. Проклятое же оружие у этих назгулов. И, конечно же... Оно убивает даже, нанеся им незначительные раны просто со временем. А тут брод. Так, а тут не выход, я надеюсь. А, ну мы его все равно же увидим, он же будет как-то обозначен. Нет, это не выход. Ну, вообще, странно, зачем эту территорию рисовали. Птички летают. Волшебно, волшебно. А где наш полурослик? А, вон он. Его не видно в траве вообще. Что-то он приоделся, по-моему, по-крутяцки. Гляньте, какое у него... Или он такой и был, я просто не обращал внимания. Так, а торговец, интересно, здесь будет? А вот же эта статуя. Кого-то из Дунаданов. Ну, это человек, по-любому, не эльф. Так, ты кто? Марадан. Отлично. 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 Ты сначала расскажешь свои думки, о том, что случилось здесь? Острове с черными рыбами. А, ну... Я видел много вещей в моем дне. Можем, в много формах. Но я никогда не видел ничего, как мы встречали в этот дне. Так много, которые потеряли. Это сложно, чтобы был старый человек, чтобы так много молодых людей уничтожили. Я желаю, что я мог... Ну... Нет, ничего не получалось от желания. Но есть, что нужно получалось от действий. Мы должны иметь свою победу. В победу? Это все хорошо и хорошо. Но эти люди все равно будут мертвы, не ли? Больше, чтобы мы сделаем, что мы можем, чтобы избавить других от их древности. Да, вы правы. Да, мы должны думать о живом. Но это сложно, чтобы видеть хорошие мужчины уничтожили и их убежали. Эти мужчины уничтожили, пытаясь защищать тех, кто не может защищать себя. Никто не может спросить о более лучшем. Но ты? Ты еще живешь. И есть много и опасных путешествий перед тобой. Ты должен быть готовы. Посмотрите на магазины, которые я имею в голову. Так, так, так. Так. Ух ты. Плюс 20 могущества. Больше денег в тазниках умножить на 2. 49. А здесь 50-я ячейка. Стоит-то, конечно, недешево. Нет, тут часть комплекта дыхания дракона. 32. Ну, тут сколько всего оно было? 110. Часть комплекта несокрушимость. 110. То же самое, что ли? Нагрудная пластина Даника Клятвы. Да, то же самое. Блин, ну тут надо брать, конечно, эти все дела. 87. 2%. Тут все надо брать. Где только деньги на все это взять. Три сила. А, нот перчи похуже, чем у нас. Посох Даника Клятвы. А вот это лучше. Еще одна, два камушка. Еще один Даника Клятвы. Посох хорош. Так, я так пока сейчас прицениваюсь просто. По ножи Даника Клятвы. Сапожек нет. Блин, все надо брать. А денег не хватит на все, наверное. Ладно, давайте начнем с самого главного. Это, я считаю, посох. Вот этот мы возьмем Даника Клятвы. И возьмем нагрудную пластину Даника Клятвы. Так, кстати, что здесь у нас? А, жетон сброса навыков не нужен. Но зелья пока вроде не нужны. Так, ладно, пока есть денежки. Давайте тогда еще возьмем крепленную шапку торговца, наверное. С дыркой под камушек. И... И все, пока что. Сейчас мы приоденемся. Продадим, что нужно. Так, ну, вот, в общем, комплект серых гаванит что-то как-то... Вообще я не понял, значит, зачем комплекты собирать? Ух ты! Красиво выглядит, как корона. А, там плечник мы еще купим. Здесь 82-110. Одеваем. Вау, как богато! Офигеть, красиво смотрится. Это у нас 3 ловкость, 50 могущество. Хороший медальончик с камушком. Не будем менять его. Так, этот меч мы продадим. 72-92, 70-88. Два гнезда. Так, ага, колечко новое получилось. Костяное кольцо. А что оно делает? Кольцо, стоимость происхождения. Просто продать его, что ли? Или оно для чего-то нужно? Что-то я не понял по поводу кольца. Так, ладно. Сейчас торганем. Ну, конечно, че б я сейчас с тобой разговаривал. Так, продается. Продаем наспех серых гаваней. Здесь продаем вот этот посох, вот этот посох, вот этот меч. Ну, пошла какая-то денюжка. Так, получается, еще одну сможем купить шмотку. Это будет наплечник, наверное. За 800... А может еще что-нибудь купим? 880 наплечник и... Рук нету хороших. Есть ноги за 1000... Так, берем. Наплечник не хватает. Но если мы сейчас продадим и наплечник, и ноги, то хватит. Наплечник стоит 880. Да, прямо что-то сейчас вообще в ноль выйдем. Так, наплечник продадим. 28. Давай, дружок, поговори со мной. И так, мы продаем наплечник и продаем на бедренники. И у нас хватает. Вот он, за 880. Так, ну и... Ну давайте, одну скляночку купим, че. Так, здесь что-нибудь продадим. Ну, можно пирожок продать. Вот эти штуки, я не знаю, зачем они нужны. Тоже их продадим. Вот это продадим. Ну, в принципе, нормально. Так. Одеваем наплечник. Так, посмотрим. Камушек вставить. Вставили. Плюс 5 ловкость. Отлично. Так. Это что, кузнец, наверное? Че это, мы должны тебя были бросить. Так, че это мы купили вещи, друзья? А они поношены. Это как так? Ой, денег не осталось вообще. Офигеть. 98, 100, 95. Нет, денег не хватает. На починку. Ну ладно, там 98, 95. Будем надеяться. Что как бы запас прочности хватит. Ух ты, зеркало можно воспользоваться, чтобы, извините. Не, ну мы зачем? Мы один раз поменяли, зачем в другой раз менять? Так, а вот, наверное, да, Силана. Какая неприветливая. Может быть, я могу помочь. Что с ним? Что с ним? Что с ним? Я не знаю. С ума снижения его маленькая, но его жизнь исчезает. Я боюсь, что он улетает из-за черного воздуха. Что ты мне можешь сказать о этом черном воздухе? Это какой-то силой, который обладает от черного ряда, 9 Назгул. Существа их стрекли, смешные, и, без помощи, они скоро умирают. Да, я уже потерял трех мужчин к этому черному. Элоран является единственной веком, который еще живет. То есть, давайте нам дать эту помощь. Что мы можем сделать? Я не знаю. Делать крючок, стучать болезненно. Эти вещи я делаю много раз. Но черный воздухе я знаю только из старых ряда, которые мой учитель мне научил. Мне очень часто есть знания в старых римах. Вы помните слова? Это было лет назад. Давайте подумать. Я верю, что это произошло в таком случае. Когда черная кровь влезет, и смерть смерти, и все светлые пройдут, и смерть смерти. Это все, что я могу вспомнить. Что это «Атталис»? Это рима говорит о том, что это? Это герба, обычно известная как «Кингсфоил». Она не имеет использования медицинского. Есть какие-то комфортные, для болезни и других маленьких обслуживаний. Может быть, есть больше вертей в Атталис, чем вы знаете. Вы знаете, что это герба? Нет, я ничего не могу. Ты должен меня исправить, что не забыть, чтобы обречен. Но, видишь, никто не обречен мне, что девять рим-рэйдов влезет из старых легендов, чтобы уничтожить нас здесь. Если у меня был Атталис, не думаешь, что я бы его сейчас использовал? Атталис в этих регионах? Я бы хотела идти в search of it. Может быть, вы могли найти что-то из этого. Могильник. Все пути ведут на Могильник. Отлично. Новое задание. Отталис. Ну что? Все, судя по всему, друзья. Найти двух следопытов. Найти Атталис. Ну и, собственно, пробраться через Могильники. В Лориэйн. Так, и мы отправляемся в Могильники. Ну, тут что-то страшное нас будет ждать, судя по заставке. Сейчас. Расскажи, что кухонные корсоры прицелы по заданию Прод Wayмикам. Что ты знаешь, Галлиф? Смертые домики были сделаны от отца плачевцев на землю. Они были святы для ангелл! Да, друзья, будем держаться на чеку, но сделаем это же в следующей серии. А сейчас я желаю вам всего самого доброго и всех благ.